Привет всем гаражным колхозникам России, таким как мы. Почему колхозникам? Да потому что такую работу делают только колхозники. Ну, в смысле так, как это делаем мы. Значит, сегодняшней нашей задачей является покрасить разварки, которые облезли, которые красили такие же, как мы колхозники, хватило их ненадолго, не были черные, как мы видим, они сейчас рыжие. Мы используем акриловый грунт для профессиональной покраски, но мы профессионалы. Покраску мы потом покажем, как мы все это делаем. Нужно было закрыть резину, кроме картона у нас ничего не было. Цвет вы увидите дальше, ну, в общем-то, смотрите. Итак, закончили мы покраску дисков. Смотреть, если издалека, в общем-то, вышел даже неплохо. Давайте покажем результат. По-моему, получилось просто шикарно, и благодаря новому цвету дисков машина у нас даже немножко помолодеет. Основные косяки были в чем? В том, что готовились к покраске они на скорую руку. То есть, каким-то рассохшимся куском наждачной бумаги у нас оператор работал, и не сильно хорошо получилось. Ну, а, в общем-то, издалека кажется очень-очень неплохо. Ну, посмотрим, я надеюсь, это все не облезет через месяц, чуть-чуть подольше. Итак, ну и раз мы уж оказались в этом гараже, ангаре, у Григория, посмотрим на копейку, хозяина ее нету здесь, поэтому информации будет немного. Она 72-го года, для своих лет. Ну, неплохо, сохранилась, есть проблемные места, конечно, но все будет делаться. И, кстати, пишите в комментариях, восстановить ее или же пустить под зимний дрифт. Итак, первый раз в жизни я оказался в салоне Копейки. Сразу же в глаза бросается ее панель. Все-таки автомобиль-то у нас ретро, и панелька сохранилась для своих лет достаточно неплохо. Приборная панель. Как сейчас бы сказали, олдскульная. У нас в семье был 412-й москвич, и вот как-то у меня вызывает это ассоциации с ним. Такая вот ностальгия. Руль. Ну вот по сравнению с моим модовским, он большой или маленький, не могу сказать, но вот тонкий. Не знаю, как это в управлении. На Копейки я ни разу в своей жизни не ездил, не могу сказать. Но мы это исправим, я думаю, когда-нибудь. Далее салон. Салон у нас красный, то есть такой любят ценители отечественной классики. Это сидение родное, копеечное, то, на котором я сижу, троечное, и задний диван у нас тоже троечный. Далее, раз уж мы начали про сидение. Очень-таки неплохо они двигаются, как я заверил, скажем так, оператор. Ну и мы видим, что да, это происходит довольно легко, легко и непринужденно. Регулировка спинки. Сейчас мы найдем рычаг, мы ставим вот справа. Вот, тоже все отлично раскладывается, и мы, в общем-то, практически лежим. Да-да, в СССР секса не было. Сейчас наша задача его поднять. Я боюсь, что он ударит по спине, не знаю. Давайте посмотрим. Ну, в принципе, если подальше наклониться, спину он не сломает. Так что, ну, будьте аккуратнее все-таки. Итак, смотрим на конечный результат. Ребят, диски смотрятся просто шикарно, ну, издалека. Ну, Григорий, ты бы приблизься чуть-чуть. Ну, как вам, ребята, шикарно? Думаю, мы просто супер. Ну, и все, на этом у нас точно все. Подписывайтесь на канал, как мы говорим. Пока. Кого? Какой, блядь, косяк? Что ты хочешь? Вот, видишь, она отсваивается, краска. Она отпадет так же с грунта. Точно? Точно. До какого у Моника я, блин, вопрос, чика, хочу. Ну, на бомжа тоже смахиваешь. Нет, на бомжа я говорю. Да принеси, вон, шапка на крыле у копейки. Какой копейки? Нет копейки, ты, блядь, краски обнюхался, что ли, это семерка, нахуй? Ты что? Давай, я сейчас, двигай. КОНЕЦ